Сегодня я постараюсь в каратенчика минут на 40-40, но на самом деле я хочу посвятить свой круглый стол не столько, не сколько вы слышали тому, как сложно работать с детьми, мы все как прекрасно это понимаем. В первую очередь я хочу рассказать, как сделать так, чтобы это не было мозгово-носительно, потому что работать с детьми нам все равно придется так, для кого мы будем носить. Сидеть для игроков, для игроков и для родителей, потому что рассмотреть мы этот вопрос будем со всех сторон, отходить до света, да? У меня сразу вопрос уточняющий. Есть три возрастные группы по моему личному представлению, может вас как-то не бывает, соответственно, до 3-х лет, когда их можно таскать. И об этом мы тоже будем с вами разговаривать. Ура! Ну что, контрольные 5 минут прошли, мы начинаем. Ура! Так, ну что ж, позвольте представьте, меня зовут Евгения Коншина, она же Джей. Собственно, на сегодня я хочу с вами поговорить о важной проблеме, о проблеме, которая будет всегда, потому что люди размножаются, подожди без этого. Ролевые люди тоже размножаются, подожди без этого. Вот, и поэтому тема моего круглого стола, дети, играть нельзя игнорировать. Как вы видите, по классическому принципу ЕГЭ по русскому языку, есть два места, куда мы можем поставить запятую. Либо дети на полигоне играть нельзя игнорировать, либо играть нельзя игнорировать. В моем мире запятая стоит на первом месте, но это мой мир, ваш мир может быть другим. Каким он будет после моего круглого стола, опять-таки решать вам. Я, конечно, буду немножко пропагандировать, но в меру своих возможностей. Итак, немножко о себе. В игре я с 2008 года. Вот, собственно, здесь можно видеть прекрасные фотографии моего ролевого становления. И в какой-то момент ролевые игры стали для меня чуть больше, чем просто хобби. Я нахожу здесь момент перезагрузки, я нахожу здесь момент самореализации. Я понимаю, что я из обычного человека могу стать кем-то, кем я могу стать в реальной жизни, скажем так. Собственно, эта возможность менять свои амфуа, менять свои роли, как-то менять свое отношение к реальности в том числе, она мне очень-очень-очень понравилась. И все было прекрасно до 2010 года, когда я имела неосторожность выйти замуж, а потом двое детей, а потом был перерыв, а потом была работа. Собственно, что касается моей работы, по профессии я педагог. И как-то так получилось, что дети в моей жизни занимают очень большое место. Не только потому, что у меня есть свои два мелких спинокрыза школьника, но и потому, что дети меня окружают еще и в рабочей атмосфере. Соответственно, совмещать работу... Апитры Копыча. Я преподаю шахматы и разработку наставных игр. А, шахматы. Шахматы, да. Но это не мешает мне... Разработку наставных игр. Детям такого возраста? От десяти. Класс. Вот. Я позже отвечу на личные вопросы. Вот сейчас просто хочу... Да, началась моя педагогическая карьера совершенно внезапно в Нижнем Новгороде в музее занимательных наук-кварки в 15-м году. Вот, собственно, там я начала свою педагогическую карьеру с экскурсовода, но так получилось, что введение различных мастер-классов научного направления стало для меня вот такой вот моей маленькой болезнью, которую я активно пропагандирую и в разработке программы для детей. Вот. Но это так, вкратце о себе. А теперь перейдем непосредственно к тому, что нас волнует, и что волнует меня. Три вопроса, на которые нужно ответить. Первый вопрос. А нужны ли игры детям и дети играм? Подумайте, пожалуйста. Да, либо нет. И самое главное, почему? Очередно, да. Нужно прямо сейчас отвечать? Да. А, что как вы не знаете? Не зависит от ребенка. Так нет, так дети же через свой друг дают мир. Ну, как бы это естественно их развитие. До школьного возраста. Смотрите. Ведущая игровая деятельность у детей до 6-7 лет. Когда они дошколята, да, они мир передают через игру. С 7-летнего возраста деятельность ОСИГРОВОЙ меняется на познавательную. На познавательную. Да. Господа, дамы, во-первых, конечно, это прекрасная теория Богоцкого, Николая Давыдова и Ижи Снимет. Да, она, во-первых, одна из существующих. Но по ней есть очень важный нюанс. И почему мы вполне спокойно играем с детьми в более позднем возрасте. Потому что когда по беговой дорожке бегут несколько бегунов, один уже добежал, второй бежит, третий готовится. Вот с ведущими деятельностями примерно так. То есть тогда, когда у нас сюжетно-ролевая игра, как ведущая деятельность, физиология ребенка уже вроде бы как не нужна, но тем не менее все, что сформировалось у него в организме, оно все еще по-прежнему актуально. Более того, оно остается с нами до конца дней. Именно поэтому мы с вами что делаем правила игра в ролевые игры. И не только в ролевые, и не только в игры. И котик, прошу прощения, да, когда он котенок, и он там играет со всеми чем угодно, когда он вырастает, там огромного котища, он прекрасно с мышкой играет, так сказать. Конечно. Да, дети тоже самое. Игра, она сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Что нам дает игра? Любая. Будто ролевые игры, будто настольные игры, будто игры на компьютере, на телефоне. Во-первых, воображаемую обстановку. Мы абстрагируемся от нашей скучной реальности. А реальности у нас зачастую действительно скучно, томительная работа, чем семья. Но нас может устраивать абсолютно все, но есть нюансы. Все равно мы устаем. Мы устаем от постоянства, мы устаем от стрессов, мы ищем разрядку. Эту разрядку мы находим в любых. Смена обстановки. Да, еще. Перезагрузка. Перезагрузка. Абсолютная. Именно. Еще же. Учение находить выход из ситуации, под которой ты смотрел по другим углам. Да. Основная, конечно же, задача на любых игр это социальное взаимодействие со своими друзьями. Ну да, да. И словами через рот, развитие социальных связей. В принципе, люди приехали в одной команде, построили лагерь, сыграли в игру, да, но это же взаимодействие. Давайте для кого-то осмотрим, для кого-то что-то. Да, да. Мы сейчас затронули тему именно любых игр, а я прошу вас посмотреть чуть пошире. Зачем люди в принципе играют? В любых игр. Они получают от этого определенные вещества в кровь, извините. Да. Да, 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 да. Эмоции абсолютно разного спектра. Если мы выигрываем, мы молодцы, у нас эмоции азарта, боже мой, как это все прекрасно. Если мы проигрываем, андреналин и все так, тоже хорошо. Да, это все влияет на наше настроение, на наше состояние. Люди – существа эмоциональные. Эмоции нам нужны, как позитивные, так и негативные. Итак. Я могу подойти к этому моменту без эмоционального? Я думаю, что любая, ну, более или менее не тупая игра представляет себе некую модель. И изучать модель – это, по сути, изучать мир только в меньшем масштабе и с какими-то абстракциями и ограничениями. Но, опять-таки, удовлетворение от познания того, что у вас что-то получилось или что-то не получилось, как говорится, нет чувства прекраснее, чем сложение девитос-кредитов. Тут дети – фразу вы знаете в полном мире. Ну, я разбрал машинку «О», я молодец, я понял, когда работаю. Да, то есть все равно что-то есть. Мы все равно берем оценку. Ответ на первый вопрос. Для себя? Да, да. Да. Хорошо. Дети, игры, и игры, дети, уточнение, первый вопрос. У меня есть в эту игру вообще как… У меня сейчас конкретно про ролевку. Конкретно про ролевку. Какие мы про ролевку? Нужны ли ролевые снимки детям? Для того ребенка. Такой ребенок. Какие? На самом деле, игра в лошадку с родителем – это тоже в некотором роде ролевая игра. Несколько? Она, безусловно, нужна детям. Все-таки, я возьму на себя смену, споти сейчас против мыслей в этой аудитории и сказать, что по своему опыту и по опыту знакомых, что где-то период с 6-8 лет, у кого кто как развивается, до условно где-то 10-12, опять же, кто как развивается, где-то 4, где-то 3-5 лет детям игры ролевые, игры им на ролевые игры не нужны. Ну, конечно. Они им не нужны, а… Отвечаю. Отвечаю на вопрос почему. Ну, у них медленную деятельность учебника. Отвечаю на вопрос почему. Потому что вот здесь вот так, почему. На примере своего ребенка, да, опять же, и важно многих окружающих детей, которые тоже внецидесно наблюдал. Я сейчас работаю, потому что в район лагере половину своего отпуска не потрачу. Вот. Так вот, потому что… Вот. Человек, который работает в район лагере, тоже его организовал. Ну, пожалуйста, присоединяйтесь. Так вот, соответственно, дети до 6-8 лет – это те самые игры условные, дочки матери, там, паровозники, машинки, и подражание мир, познание мир через вот эти игры. И они в чем-то ролевые, конечно, у меня сестры, она крутая. Вот. Или там мамы и дочки. Вот. Здесь все понятно. Дети старше 11-ти, там, 12-13 лет, у кого как повезет, это уже дети, которые готовы играть, подражать нам, и играть самостоятельно вот те самые наши ролевые игры разных типов. А вот между ними игры не, ну, по моим наблюдениям, они попадают на спектр интереса. Я это понимаю. Кроме одного класса игрокей. Нет, с Ленин, по больнице, опять же, Ленин, это большая стучка. Кроме одного типа игр – соревновательная. Охренетьно заходит в этом возрасте. Соревновательная, кто первый? Соревновательная, но это все-таки не равнерпиумные игры. Ну да, кто мы сейчас говорим. Соревновательные – это все, кто быстрее прибежит, кто быстрее доедет и так далее. Это все-таки. Да. Немножко не соглашусь, потому что вообще ролевые игры, например, в дошкольных образованиях возраста, начиная с возраста 4-5 лет. До 3-х лет ролевые игры детям не дают, потому что для них это очень сложно. Взаимодействие между детьми начинается с 3-4 лет. Мы не будем согласны. Мы когда вы идентифицировали, когда мы не разговаривали. Смотрите, а мы могут определить себя. Нет, это согласен, да. Я, как бы, до 2-х лет я его возил на себя. А, ну это нормально. А вот мы тоже, кстати, заговорим, да? Я, пример, ребенка на играх, я езжу с 2-х лет. И вот я не согласна с этим утверждением. Это зависит действительно вот только от интересов конкретного ребенка. Абсолютно. До сейчас 15 лет. Вот все это время. Я не верю, еще раз. Смотрите. Еще раз. Смотрите. Смотрите. Я уже абсолютно не согласна. Просто как педагог у меня есть небольшой тезис. Из разряда, что любое утверждение должно строиться на какой-то базе. Ну, то есть, вот, ваше, да, в данном случае, там, или мое, или какой угодно. Каких детей мы вообще рассматриваем и какие ролевые игры мы применяем для утверждения, что дети в них играют или не играют. Понятно, что дети сейчас сильно отличаются от тех детей, которые были 10 лет назад. И от тех детей, которые были еще 10 лет назад. И от последних. Вот тоже, да, сейчас, например, моему ребенку сейчас 11. Он с большим удовольствием ездит на Волк. Он с большим удовольствием ездит со мной на ролевые игры. Но он в них не играет. Но он ездит со мной на Волк. А что же не вопрос? Не причем. Если он не хочет играть, он не хочет играть. Но он в них не играет. Потому что это взрослые игры. Мы ездим там куда-нибудь на Старую Англию. И, в общем-то, он сидит у костра. Но при этом он делает это с большим удовольствием. Но при этом у себя в школе или где-то в каком-то лагере. Они играют в ролевые игры своего уровня. Это, я не знаю, там какой-нибудь военный лагерь. У которого есть сержант, там рядовые, я не знаю, генерал. Ну, я не знаю, как это происходит, но это так. Тоже своего рода зорнийца. Но их цель именно не соревновательная. Хотя, да, они соревнуются, безусловно, с другой командой. А в том, что они играют в своей роли согласно своим в данный момент интересам. Я закончу. Да. Ну, я вопрос. Ну, дорогой, это их ролевая игра. Она немножко, может быть, другая. Но она считается ролевой. В моем 11-летнем возрасте я играла в дочке-матери, но только не с куклами, а со своими друзьями. Это тоже живая игра. Вопрос. Вот сюда вопрос. Уточнение. Ну, про сына. Проще все-таки, чем свой возраст вспоминать. Там семь лет. А с какого возраста он играет в эти игры? А не четырех. Ну, они разом с пяти. Нет, нет. Я как-то ответил вопрос. Это мой сын тоже. Это мой сын, да. В четырех-пятилет они играют в такие игры. Нет, нет, не в школу. Заткнись. Я понимаю, что ты мать, но заткнись. Нет, в эти игры они начали играть в свои школы, когда они стали ездить в лагеря. То есть они ездят в лагеря с классом, ну, наверное, класса с третьего, с четвертого. Это совпадает примерно уйдется с тем, что я сказал. Так, ребят, ребят. Есть промежуток три-четыре года перед этим. Я попрошу вас закрыть вашу дискуссию, потому что у нас три руки. Рука первая. Я могу сказать, что это опять же индивидуальный случай, потому что я езжу, ездя на взрослые игры, мне интересен всегда был именно процесс игры, именно процесс ролевой коммуникации. Спасибо. Рука? Я бы, чтобы немножко снизить эти дискуссии, хотел бы предложить в дальнейшем использовать термин «ролевые игры». Это именно онноформатные ролевые ролевые игры, которыми мы играем взрослые. И не учитывать в данном семинаре ролевые игры типа формата «дочки, матери» и прочее. Потому что они очевидны, они полезны, поэтому оно уже написано. Давайте говорить про полигонные ролевые игры и взрослые ролевые игры. Благодарю, потому что как раз именно о полигонных ролевых играх идет речь. Мой вопрос почти полностью пересекается с тем, что... А когда начнется? Потому что я хотела уточнить сам вопрос, что именно мы пытаемся обсудить. Игры вообще? Нет. Игры ролевые? Смотрите, игры полигонные ролевые. Вы что происходит? Да, потому что они говорят явно о разном. Да, смотрите. Есть много... Велика, ролевая игра, да, понятия очень обширные, слишком размазанные. В детском саду в школе ролевая игра – это вот мы полицейские, мы в это играем. В детском саду детей обучают играть в ролевые игры, но эти ролевые игры не имеют ничего общего с тем, что мы делаем. Поскольку мы с вами придумываем миры, и под эти миры мы с вами придумываем определенный образ. Те ролевые игры, в которых дети играют в детском саду, они взяты из непосредственной реальности, то, с чем дети должны столкнуться. Я думаю, на этом мы тему закроем, мы немножко выбиваемся по таймингу, поэтому последние, следующие два вопроса, я прошу прощения, мы их пропустим, иначе мы уйдем дальше в такие теми, что будет сложно. Итак, переходим, пожалуй, к непосредственно тому, что мне нужно. У меня на странице ВКонтакте я сделала опросик как раз-таки на тему детей в ролевых играх. Да, у меня было всего лишь 55 человек, которые этот опрос прошли. Географию я охватила 18 городов. Это был Азамас, Екатеринбург, Ижевский, Шкар-Ала, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Москва, Питер, Чебоксар. В общем, география хорошая. И среди респондентов у 70% были дети, 30% детей не имели, но я попросила тоже поделиться своим мнением. Соответственно, разброс детей тоже был достаточно большой, но меня интересует моя целевая аудитория, это от 7 до 14. Таких детей, я посчитала, набралось 33, а это полноценная детская локация. Идем дальше. В рамках опроса я задавала некоторые вопросы. Один из них звучит следующим образом. На играх какого формата вы допускаете присутствие детей? Здесь было несколько вариантов ответа. То есть один человек мог проголосовать за несколько вариантов. И как мы видим, 49 ответов, подавляющее большинство, предпочитают, вернее, допускают присутствие детей именно на полигонах ролевых играх. Чем фестивале, чем это конгент? Очень просто. Конгент – это нынешнее мероприятие, когда мы, ролевики, это делают для ролевиков. Фестиваль открытой площадки, когда ролевики это делают и приглашают других. Потому что, возможно, все-таки фестиваль – это больше показуха. Вот мы такие… Для привлечения внимания. Да. И все, аки-ки, мы все же отредные, мы не знакомы с родного. Вот. То есть есть такие виды. Как мы видим, 49 человек говорят о том, что полигоны ролевых играх допускают присутствие детей. И вот теперь начинается самое интересное. Я попросила еще и написать оглашение игроков в дети на полигонах ролевых играх. И большинство родителей относятся положительно или нейтрально. Но, опять-таки, не без нюансов. Я сейчас зачитаю несколько ответов, которые я попросила дать. Итак, ответ один. Нормально, если дети не мешают игровому процессу, если участвуют – отлично. Если они органично вписываются и не нарушают атмосферу игры – нормально. Если игра подразумевает присутствие детей, то положительно. Дети могут принимать неочевидные решения и совершать неожиданные поступки. Это здорово. Выпиши такой ответ. Если я играю – терплю, но не люблю. Если мастерю нейтрально, в зависимости от сеттинга. Если игра предполагает наличие детей, то положительно. Положительно – про условие, что для детей создана атмосфера. То есть дети не ходят предоставленные сами себе, не отвлекают родителей и сами не занимаются от безделья. Не видят вечно брюще взрослых. Положительно – есть алифы присмотров и повлечены. Положительно – но чтобы родители присматривались за детьми, чтобы ребенок не получил травму. В целом положительно – но должны быть игры и без детей, либо с отдельной для них локацией. И далее также есть несколько ответов. Но в целом это все сводится к тому, что игроки на данный момент, на момент акроса, а он у меня был запущен в сентябре месяца, в целом положительно относятся к детям на полигоне. Нет! Но! Должна быть отдельная локация, дети должны быть под присматриванием. Вопрос? У меня спорний вопрос. Я пришел сюда с определенным опытом, как раз таки, с семинара «Дядя Вислава» в 2016 году, где мы вначале все пожаловались, а потом решили, а что же присоединить делать? У меня есть буквально пять минут есть, если формат позволяет. Да, пожалуйста. У меня нет своего ребенка, только племяшка. Я представляю скорее интересы мастеров, как ГЭМа, и для меня после того семинара было явное ответство – дети на полигонах где-то скорее нет. Потому что, если ты родители, то прекрасно держать ребенка рядом с собой, не оставлять его у бабушки, но с точки зрения мастерской группы, это архи перегружает работу. Потому что, если у тебя где-то потерялся ребенок, то тут у тебя барабос по рации, там в локации что-то случилось, но нет, девочки где-то потерялась, нет, мы собираемся прочесывать на церковь лес, вместо того, чтобы решать их задачу. А девочка потом находится в соседней локации, она сидит и супчик ест. Поэтому первый ответ был нет. Дети на полигонах и играх не нужны. Потом мы решили, что с этим можно было делать. И тут мы начали делиться своим опытом, как мы все-таки решали проблемы наличия детей на своих играх и разделили на три категории детей. Это, собственно, дети до трех лет. И решение проблем их наличия решается определенной локацией, которая вписывается в игру. Какой-нибудь эльфийский источник где-то там. До скольких? До трех лет. А со скольких врачей? До трех лет. Смысл в чем? Просто, да, люди приезжают со своими детьми грудными, и они могут, кооперируясь, оставляться с этим детским самым, просто сидеть за тем, чтобы дети в костер не падали. Этого достаточно. И их вписать в игру можно таким образом, чтобы это был какой-то далекий источник, к которому какой-нибудь персонаж приходит по кольству, поигрался с родителями, бегал с детьми. Задача родителей только, ну, легально сидеть за детьми, чтобы там их пчелы не кусали, они в муравейники не поздали, там не ели все, как подряд, вот это все. Это родители могут справиться с этим самостоятельно. Следующая категория детей, которую выделили, это было краски от, условно говоря, от 4-5 до 12 лет. Это, ну, слишком большая информация по зрению педагогики, но с этим тоже можно работать. Это делается на играх в полноценных локациях. Все же, ну, практический опыт этих игр. Это какой-нибудь сыр на самом деле. Дети, которые вчера вы бегают. Это вот на волке форма детской комнаты, где ты выделяешь под это дело полную АКЧ-ку, нанимаешь аниматоров за денежку. Опять же, родители, бабушки отлично туда заезжают, готовят сидеть за детьми. И там, единственное, были свидетельные истории, как мастера решили пригнать в локацию игротеха Паучка. У грудничка, по-моему, комплекс архнофобии, паника и заикания на всю жизнь. Детишки похватали дровину и чуть-чуть на береге Паучка пожили. Поэтому, ну, такие вещи лучше делать там осторожнее. Там отлично закрывают конкурсы и так далее. Дальше, с возраста, с где-то 12 лет до 14-16, такой очень несовершеннолетний возраст. Ну, 18-й, но я бы все-таки сказал, что 16-й. Для человека скажет тебе, почему это происходит. Не знаю. Давайте мы не будем перебивать, пожалуйста. Это как раз таки формат игр, когда детей уже можно полноценно вписывать. Естественно, с ограничениями на исключение кабаков в продаже алкоголя. Возможно, какой-то выделенный бейзовый. Недопуск там в борделе кабаки, поёвку и вот это всё. То есть, но при этом они отлично вписываются в почту, в игре, в Соловьёв, Воробьёв, Кенщиков, Варис, а вот это всё. И закончим как раз в категории 16-18 лет, потому что в этой категории от людей уже поступает запрос. Мальчики полноценно уже физически готовы участвовать в контактной боёвке в формате, и от них есть запрос на это дело. Девочки со строгими отцами очень хотят ехать в борделе. Тоже от них есть такой запрос на это дело. Поэтому, ну, что мы такие, чтобы всех останавливать? УКРФ вас остановит. Ну, да. Так, я вам благодарю вас, потому что вы очень плавно помогли мне перейти к следующей теме. Теме «Дети глазами мастеров». И, собственно, я выделила отдельный комментарий. Зачитывать я его не буду, вы можете сделать это самостоятельно. Но очень важно, вернее, так, этот комментарий, он отражает очень частую позицию мастерской группы по отношению к детям на полигоне. Дети – явление крайне нестабильное, довольно опасное. И если мастера решают делать игру, один из вопросов, который они должны ответить для себя – нужны ли дети на полигоне? Это очень важный вопрос, потому что, если дети не нужны, если мастерская группа не готова вписаться в эту историю, это чётко прописывается в правилах. Детям на игру доступ запрещён. Как вы думаете, что самое сложное в этой ситуации? Не пустить. Не вызвать волну хейтеров от матерей. Не прогнуться! Не потерять игроков и не прогнуться. Просто, ну, чёрт, пошли вы нафиг с этой игрой. И самое интересное, что, когда начинается вот это вот всё, ну, пожалуйста, я в год готовилась к вашей игре, ну, блин, я ребёнок пятилетный, бабушки нет. Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста. И вот если мастера прогибаются, вводится абсолютно дебильное правило. Да, конечно, если локация даст стопроцентный положительный ответ на присутствие детей в вашей локации. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Вы едете со своим чадом в незнакомую для вас локацию 150 человек. Из этих 150 человек лично вас знают 20, лично знают ваших детей двое-трое. Это ваш муж и ваша сестра, условно. Какая вероятность, что вся остальная локация скажет, да, конечно. Минус один. Серьёзно. Минус один. Минус один. Нифига. Ну, давай, слушай. Совсем незнакомой локации, допустим, иногда бывает против даже незнакомого взрослого. Взрослого. В которой сидит, да, мы все понимаем, что свои дети, конечно, самые лучшие. Ну, чужие дети, как правило, вот хоть я с лёгком, я тоже всегда против. Опять-таки, собрать, поговорить со всеми 150 игроками и сказать, ну, пожалуйста, мой ребёнок самый лучший, он будет спать в палатке ровно в день, никуда не пойдёт. Можно добиться положительного ответа, ну, например, за несколько месяцев до игры, допустим, за месяц до игры вся локация сказала, да, конечно, хорошо. И вот счастливая мама говорит, да, конечно, вот, пожалуйста. И за неделю до игры выясняется, что один развёлся с женой, условно, он едет на полигон быхать, другой тоже развёлся с женой, он едет на полигон за другими вещами, дети мало, о них лучше не знают и так далее. И вот начинается, а зачем нам ребёнок, а вообще мы играем, ехать, вообще мы едем играть в боёвку, у нас будет постоянно штурма, а кто за ним будет следить? Ответственно сложиться на кого? Ничего. На родители. На родители. Итак, если вы вывозите детей на полигон, раз, спасибо. Очень солнечно. Потом у нас там как раз ребёнок, вы ходите на концерт, простите. А, так, дети, это Сидор. Да. Вот. Соответственно, если возникает такая ситуация, если нет специализированной отдельной детской локации, то вся ответственность за ребёнка ложится на родителей. Родители не подают из-за того нафиг. Вообще, отсловался совсем. И отсловался. Потому что чадушка нужно накормить, одеть, обуть, посмотреть, чтоб оно никуда не ушло, не потерялось, с собой что-нибудь сделалось. А что, игра уже закончилась? Вот. А дальше закрываем чадушки и выражаем своё мнение. Итак, рукавая первая. Да. Я прошу прощения, всё-таки в этом долго терпел. Соответственно, моё мнение, это что начиная где-то с 12 лет, прям по площадям, но с 12-13, по площадям уже в целом можно, может быть, после отдельного просмотра ребёнка, но можно пускать детей в санитетных районах, но с каким-то ограниченными долгами, когда они не пикапок с алкоголем, тут вообще вопрос, и с какими-то ещё там тяжёлыми выборами, с жёстким секундроубистором, кишки и прочее. Нормально. Какие фильмы сейчас смотрят, что это? Ага. Вот. Как пример, например, я сейчас делаю игры в Штанграде, в львом лагере, в котором, извините, пихают детей и взрослые, кто хочет, тот пихает. То есть, как приезжают дети, абсолютно не с радыми желаниями и прочими, просто родители сюда послали. При этом они вписываются все. И при этом где-то, ну, четвёртая, пятая часть из ста, там, пятидесяти человек, например, играют в ролевую игру сайт, даже там, где мастера их вообще не контролируют. То есть, а потом в отчётах видно. Вот. А ещё один маленький-то золот. Извините, я первый в свою ролевую игру сделал в 2004-м, у меня был мастер-рекиональчик 13 лет, и вот ни разу у меня не было ощущения, что он какой-то неполноценный. Мастер, блин, региональчик. Ну, это было 15 лет, хорошие дети. Ну, замечательно, но все-таки не исключения. Спасибо. Ребят. Это масса. Собственно, ближе к тезису, вот, непосредственно. Пожалуйста. Хочу сказать, что вот этот тезис очень прекрасен, то, что несут ответственность родители, но проблема в том, что, как вот, не прогнуться от родителей, там такой же тезис, что, когда ты прописал, ответственность несёт родители, всё, то тебе прибегает вечером какая-нибудь мать в истерике, говорит, что у меня дочка потерялась, ты говоришь ей, ответственность на тебе, и это уже не действует. Ты берёшь, снимаешь людей, ты высыпаешь, идёшь решать эту проблему, потому что не можешь её игнорировать. Естественно. Естественно. Да, то есть, прям и телами, то же самое. Естественно. А ещё и летильно, она переклинивает, они такие, да, 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 я, конечно, я буду носить письма, я всё сделаю. Нет, я ничего не могу, я маму не ухожу. И взрослыми так тоже могут быть? Да, да, да. Со всеми так бывает. Стоп, 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 стоп. Мы на чём спорим-то вообще, я понятен не могу. Вот. Ребят, подождите, это рука. Ребят, я рука. Про кровь кишки. Вы всё усложняете, правда? Дети намного проще воспринимают то, что происходит на игре. Дети воспринимают игру как игру, намного более адекватно, чем взрослые, вот по моему опыту. Спасибо, рука. Спасибо, рука. Кровь кишки, это, конечно, прекрасно, но, как тут уже было сказано, у нас над нами всё ещё давление. У коры, к сожалению. Да, но над педагогами так особенно. И, безусловно, что в борделье ничего не происходит, кроме сгущенки с какао. Ну, бордель. В крови и кишках там тоже ничего не происходит, кроме максимума тебе, там, самое страшное, да, что руку сломают. А когда ребёнок, что это? А я в борделе был? Да. Мы для... Во всяком случае, в случае, воздреваемых этих вещей, вот, любая из этих вещей, плюс ребёнок, родит для нас, возможно, потенциально в будущем неприятные последствия. Поэтому, когда мы говорим про детей и игры, вообще, изначально должен быть вопрос самый первый. Не то, что там нужны дети или не нужны на игре. А в том, что... Нет. В том, что мастера вообще хотят с ним взморачиваться или нет? Спасибо. Хороший вопрос. Я о нём... Это же про опыт чисто мастерения, баллы. Вот это вот. Давай, давай. Итак, очень хороший вопрос. И у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, просто постановим. Оно должно быть дальше. Но тему называется «Записай, запомни». Итак, лирическое отступление. Железный тон, железный тон 18-го года. Всё хорошо, всё замечательно. Я добралась до детской локации. И дети там были чемоданами. Что это значит? Приходит родитель, сдаёт ребёнка, пожимает руку и... Ушёл. Что сделали с детьми в детской локации? У них были игры, у них были настолки. Они как бы сидели в определённой зоне. Всё было хорошо, всё было прекрасно. Меня пригласили зайти в детскую локацию, как леди весной, немножко там пообщаться с детьми. Всё было прекрасно, всё хорошо. Я прихожу в прекрасном бардельном платье. Дети оценили красоту платья. И мне в какой-то момент говорят, а мы украли, мы оградывали железный банк. Посмотрите! Вот такой вот мешок, там оленей, драконы. То есть вся казна железного банка оказалась в детской локации. Как? Вот! На мой вопрос, дети, как? Не, ну вы зашли, взяли, ушли, нас же ударить не могут, нас же убить не могут. То есть, с точки зрения мира, произошла дикая дичь. Но у меня, как у игрока, и в принципе, как у человека, который не имел отношения к мастерской группе, я не могла сказать. Так, дети, мешок на вас поднимите. Ну а как персонаж, ну... А я буду распускать смысл. А чё я сделаю? Да там сухи без меня распускают. Вопрос. Это звучит пока внутренне противоречиво. Дети сидят на территории, у них на столу скейтной ограниченной территории. Да, да, да. Но опять... Подождите, но там же были взрослые при них? Были взрослые. Но и дети. Дайте просто ответить, да? Нельзя набрать взрослых больше, чем детей. Нельзя, да. Их 2 или 3 взрослых, а детей еще 20. Уж иди за тараканами, за котятами, которые выплывают из ядра. И вот теперь мы подходим к самому вкусному и к самому интересному. Во-первых, почему так произошло? На мой взгляд, это произошло из-за того, что у детской локации, у мастеров детской локации, которые... Ну реально, я считаю, что все люди, которые работают с детьми, это герои, особенно педагоги и дошкольники, они мои боги. Мои. Я-то с дошкольниками работать не могу. Вот. Так вот, я считаю, что у них просто не было конкретного технического задания на то, что сделала с детьми. Играть с детьми на столке, да, можно. Можно подогнать древние на столке, чтобы они не выбивались из картины мира. Но, даже если это будет тысяча и одна на столке, ребенок найдет палку и пойдет ковырять в лужу. Хорошо, мы с ними поиграем на столке. Прекрасно. Смена деятельности. Давайте мы где-нибудь побегаем. Побегаем. Прекрасно. Смена деятельности. А давайте мы отдохнем. А игра неделю. А игра неделю. То есть, каждый раз смена деятельности, это прекрасно, но даже это утомляет, особенно детей. Тем более, если мастера говорят, значит так, если хоть один ребенок выйдет за пределы детской локации, мы у вас тут всех. И ты вот реально этих котят пытаешься согнать на одну территорию, а дети этого уже не хотят. Они на этой территории знают каждый путь. Потому что там интересное время. Потому что у детей уже новая игра включилась, сбежать из локации. Да, это у них уже игра. А пойдем туда. В смысле, с коммунизде там что-нибудь. А там лежит что-то интересное. Да, а дальше... В чем там гаде 150 детей, никто не убегает. Я вот четко в шоке. Я думаю, четко градация по возрасту. А куда, да? Потому что они нервно не убегают. Куда у вас убегать-то? Там снаружи. Что интересное? Смотрите. Потому что там играют. Ну, куда-то убегают. Влево, в Голгорье. Подождите. А вот здесь мы переходим к самому интересному. Как вы знаете? Чтобы дети никуда не убегали, и гроб внутри локации детям организовывать надо. Сюжет для детской локации органично вписанный в игру. Запихните в город Вилипутов, пусть они там, блядь, угроют. Можно маленькое ну? Давай. Жир, жир. Сюжеты у детской локации бывают, но бывают такие, что детская локация вообще это другая игра. Это отдельная, скучная игра для... Да, это бывает. Но тут это то, к чему мы должны стремиться. А вот это просто сюжет. И вот поэтому в прошлом году я провела, позапрошлом, это был 22-й, он уже позапрошлом году, я провела небольшую игру по цифру книг Ольги Громыха. Профессия ведьмы. Игра называлась Белория. И там я намеренно организовала детскую локацию с сюжетом. По сюжету дети были вымышленной расой Валдаками. И вообще в нашем взрослом понимании мастеров Валдаки были подземным народом, но в какой-то момент вождь Валдаков оказался на поверхности, его подобрали жители деревни, которые должны были быть собственно родителями детей. И Валдаки взаимодействовали конкретно с этими взрослыми. И все было хорошо, все было прекрасно. Я собрала чатик родителей, и я с родителями напрямую обсуждала, чем мы будем занимать ваших детей. Мы предложили сюжет. Родители сказали, о, отлично, наши дети в теле, что мы можем сделать? А дальше был мозговой штул. Чем могут заниматься Валдаки? Охота, да, конечно. Одна родительница вызвалась развесить там возле локации шкурки, ну, шкурки. Вот, пожалуйста, дети охотники. Что еще могут дети делать? Что-то собирать. Пожалуйста, вот вам механика выращивания коз, куриц, свиней. Вот вам мастерские цветочки. Пожалуйста, собирайте. Это все же игра в модели. В модели играть не очень. Подожди, пожалуйста, я тебя очень прошу. Вы получите взрослую игру. Честно. Дальше идет... Пожалуйста. Дальше идет следующая ступень. Что еще могут делать с Валдаки? Что-нибудь рукоденчат. Одна мамочка сказала, конечно, я быстренько научу их делать локации с ног вот из веточек. Чем еще могут заниматься Валдаки, когда все это собираются? А давайте мы это будем продавать. И, соответственно, каждый вот этот элемент, он имел значение во внешнем мире. С нашей взрослой точки зрения все было идеально. Пожалуйста, прекрасно сижу, все хорошо, все замечательно. Дети заезжают на полигон, взрослые перед ними ходят и говорят, Дети, а давайте вы будете играть вот в это. Дети нас послали. Да. Далеко надолго. Потому что вот нам интересно. Что сделали дети? Сошли за мной. Ага. Дети сказали следующее. Значит так. Родители, вы нам нафиг не нужны. Мы будем беспризорниками. Мы оккупируем эту деревню. Ваш флаг говно. Мы в нем участвовать не будем. Мы брезду. Поэтому идите-ка вы нафиг. Они прекрасно самоорганизовались. Они прекрасно самоорганизовались. У них был совершенно потрясающий вождь Балдаков. На тот момент, по-моему, он был только 14-15. Дети отыгрывали реально полу разумную расу. Они настолько органично вписались в мир Белории, что в какой-то момент они стащили лопату. Причем реально лопату. У нас в мастерах был Джамиль Газидов. Соответственно, он за всеми цены лета мне рассказывает. Бегут один Балдак с лопатой со словами. «Нам нужно копать!» «Другой Валдак!» «Нам нужно копать здесь!» «Нам нужно копать здесь!» «Нам нужно копать здесь!» Идет реальная игровая драка за эту лопату. И в конце концов дети что-то копают. Я понимаю, что это прекрасный момент, который нужно вписать в глобальный сюжет игры. А так получилось, что это был как раз конец первого дня. Взрослые игроки отыграли все свои сюжетные линии. Я понимаю, что у меня за пару сюжетов. Что я делаю? Валдаки своим вот этим хаотичным капанином, что вы там сместили по незнанию, они живастые полуразумные, перекрывают магические потомки. Потом магия врубается везде на полигоне, кроме локации Валдаков. На следующее утро выкопали магический кабель. Ага, перерубили! Соответственно, за ночь в локации Валдаков мы собрали прекрасное магическое дерево с подсветкой. Объявили через региональщиков всем магам, которые счастливо пришли подзаряжаться от источников, что источники у вас больше нет, они закончились. Ищите! Ну и, соответственно, пустили слух, вернее, как выпустили Валдаков позавтракать в кабак со словами «А у нас там локация, у нас там деревня такое, такое!» Дети расписали это все настолько прекрасно, что в первом магии, которые пришли, увидели, что там, сказали «Так, отлично, мы это забираем!» Ага! Валдаки сказали «Ага!» «Лопата!» «Не-е-е, Валдаки!» «Не-е-е, Валдаки!» «Не-е!» «Да, примерно так же было!» Вышли, может, Валдаков со словами «А вы кто?» «А вот я великий магистр!» «Простите, великий магистр, но мы вас просто так не пустим!» А дальше в ход пошли в вымогательство драгоценных камней, вкусняшек, истории и прочее, прочее. Более того, Валдаки вот так вот вели по всей локации взрослых для этого магического дерева. Вот оно перед вами на Валдак. Вот здесь вот аккуратно перешагните, вот здесь вот вы переползете. Дети задолбали взрослых, но взрослые превращаются. Потому что и они поиграли с детьми, и дети поиграли со взрослыми. «Отстаньте от детей, дайте им играть!» «Да!» «Отстаньте от детей, пожалуйста!» «Не воспринимайте их как врагами, блин!» «Ну, самое интересное!» «Дети тоже люди!» «Дети тоже люди!» «Ну да!» «Соответственно, вписав детей в эту локацию, в эту игру, я получила один прекраснейший опыт. Во-первых, дети хорошо начинают играть, когда у них есть конва сюжета. У них была конва сюжета. Мы им предложили вариант. Мы им предложили вариант. Дети сказали, это все прекрасно, но выходим играть вот в это. И они прекрасно в это играли. То есть взрослых просто наблюдали, смотрели, немножко подстраховывали. Бывает, устраивали организованные набеги на кавак, устроили организованный набег валдаков в магическую школу, где дети получили прекрасное магическое образование. У нас были балдаки, обладающие зачатками магии. Это все было настолько прекрасно, что я рискнула подать Белорию в номинацию на золотой серебряный куб. Собственно, за что мы в прошлом году серебряный куб и получили. И затем начинается самое интересное. Можно вопрос про эту тему? А как был осуществлен контроль? Потому что у меня это условие того, что ребенок потерялся и... Контроль был осуществлен, во-первых, постоянным наличием мастера непосредственно в локации. Это раз. Ну, то есть один на десять детей не доступен? По классике один на десять детей. Далее нам очень помогли родители, которые смогли организоваться между собой. Они устраивали такие спонтанные дежурства. Я их ни о чем не просила, серьезно. Но родители, видя, что дети прекрасно самоорганизовывались, они организовались устраивать дежурство и помогали мастеру. То есть здесь был такой момент. Плюс еще детская локация располагалась рядом с мастерской, с мастерятником. И в случае чего у меня другие мастера, они всегда были на подстраховке. Но этого не потребовалось. Плюс еще до заезда на полигоне, я выкатила, вернее, свод правил, по которым попросила родителей детям объяснить, как себя можно вести на полигоне. Об этом я скажу чуть позже. Да? Да, вот еще вопрос. Какой основной возраст? Основной возраст играющих детей был с 5 до 14. Плюс еще локации были родители с грудничками. Их было двое. Причем самое интересное, что я в целом допускаю наличие детей на полигоне с 5-летнего возраста, но с постоянным контролем родителей. Почему младше нет? Потому что детей младше очень, для них, в принципе, походные условия очень тяжелые. И уровень ребенка... Нет, серьезно. Это очень... Это все равно, на мой взгляд, по моему опыту, это сложно. Это стресс. Более того... Большой, очень. Вот до двух с половиной лет, последняя игра была, между прочим, в тройной жизни. Мы возили ребенка тупо в слинки, он ходил на нас. Вообще никого не парил. Первый весь был 4 месяца. Вообще ничего не парил. Это ваш прекрасный частный пример. Я знаю, что десятки слинков, десятки сетей, которые... Еще раз, я просто говорю, что вариант со слинком, в принципе, если родители носят ребенка в слинки, было для того, что сейчас... Это было для того, что сейчас... Я пилил бензопилой во время игры, расчищал там улицу, ребенку у меня в спину висел и спал. Это все право, это все прекрасно. Но смотрите, если к вам сейчас придет мамочка в таком же слинке и начнет вам качать права из разряда не пилите, пожалуйста, бензопилой отсюда до сюда и отсюда до сюда. Я не буду пилил бензопилой, это другая история. У меня спит, деточка, 24 часа в сутки нехуй здесь ходить. А я пилил бензопилой. Я не могу вродить и... Ну, слушайте, нам, можно объяснить с лоббосой, не лодать, это другая история. Так, смотрите, смотрите, мы сейчас... Да, мы сейчас... Нет, мы здесь и ребенок. Это камер... Сейчас, в темное время игры может вызвать удовольствие у многих и не переживший путь. А ребенок тоже может вызвать... Да, да. А ребенок может... Смотрите, смотрите, мы сейчас... Можно я все-таки немножко блину вашу оживленную дискуссию. Замечу, что опять-таки на Белуи было два грудных, один грудной ребенок и ребенок был, по-моему, то ли год, то ли полтора. Но что-то тоже такое маленькое. И я честно пыталась отговорить родителей от этой идеи, потому что для обоих семейных пар это был первый выезд на ролевку именно с ребенком такого возраста. И я им честно сказала, что, ребят, это лес, пожалуйста, вы уверены, я не запрещала, но я спросила, вы уверены, вы готовы? На что они сказали, да, без проблем, мы в соседнем селе сняли гостиницу, мы будем уезжать. То есть родители сами решили для себя эту проблему. Но была семейная пара, которая оставалась на полигоне на протяжении всей игры, но игра шла, да, шла в инстопе, но она шла в общей сложности 48 часов. В принципе, это время не такое, с одной стороны, большое, но опять-таки мы не знаем, как будет вести себя ребенок в конкретной ситуации. особенно, если это первый выезд на игру. Выезд на природу на 2 часа в лес, это выезд на природу на 2 часа в лес. А здесь вы с ребенком в лесу, где ограниченные ресурсы по воде, где ограниченные ресурсы опять-таки по температуре, по комфорту. И здесь нужно опять-таки держать это в голове. Я поняла, у вас конкретный пример вас, но и родители, и дети, как мы знаем, бывают разные. Итак, вот как? У меня скорее вопрос. Вот у меня кейс. Да. Я пытаюсь начать это дело, я еще не начну, но я играю на стендерку игры, я много хожу в походах. Ребенок, пока он помещался, ну, у меня не снег, у меня рюкзак такой, дуэток, вот, но сейчас ребенку уже 3 года, с ним тяжеловато ходить, ну, а начнут ноги перед кограмм 18. Вот. Уже тяжеловато, но там километр 3, оно уже не пройдет. Ну, в объекте. Нет, согласен. Вот. И вопрос. Как проверить ребенка, ну, вот если я могу вынести в лес, например, на 2 дня, что с ним можно поехать на ролевую игру? Ребенку в летом установить 4 года, я думаю, можно Нельзя. У меня тоже ответ. Нельзя пройти. По одной причине. По одной простой причине. Вот здесь, опять же, за той стоимость в течение, которая была для нас пограничной игрой, потому что там уже не все игры на 7, потому что ребенок тупо побежит под всеми стенами. Вот самый простой пример. И забежать на территорию, извините, страйбольного тура, который там был единственным, где были страйбольные лужи. Он чуть не посидел. Вот. Это было пограничной, когда вот не стоило. До этого, просто реально был постоянный контроль и никому не пригадывался свой опыт. Вот. 4 года ты еще не договоришься, в принципе, надежно. Вообще никак. То есть лучше будет подождать. И дальше убежит и все. А еще споткнуться упасть. А еще споткнуться упасть. А еще упасть костер. А еще упасть на соседнюю палатку. А еще... Если есть основа, это может быть и решая, уже решен вопрос. Ладно. Когда мы провели в конце специфика его игры, это вот пробегание по стенам, и ты за ним так не подвяжешь. А еще напугаться внезапного дракона. Да. А еще напугаться внезапного дракона. А еще напугаться внезапного дракона. Ну все. Ну да. Короче, практический совет. Лучше до 5-6 лет. Лучше до 5-6. Да. Лучше до 5-6. Почему не минимум? Потому что опять-таки в возрасте 6-7 лет дети уходят из детского сада в школу, и в них меняется распорядок дня. Уступает кризис 7 лет. Угу. Пожалуйста. И в этот момент... Не просто так, да? Да. Не просто так, кризис 7 лет. Что это значит? Ребенок в этом возрасте, он уходит от распорядка детского сада, где ему можно было делать практически все, что он хотел, он переходит к распорядку, где нужно сделать конкретные вещи. Появляется школьное расписание, которое... Обязанности и правила. Обязанности, да. И правила. Спасибо. В детском саду все более-менее... В детском саду детей не требуют обязанности и обязанностей. Вот. Почему возраст 5 лет? Потому что вот это именно тот возраст, когда ребенка так или иначе нужно уже подготовить к школе. А в школе он, во-первых, становится более самостоятельным. А самое главное, он уже должен нести ответственность за свои поступки и за то, что он делает. В детском саду. Если за ребенка дошкольного возраста в большей степени решают родители... Нужно прекрасно. Да. Без проблем. Я просто 12 часов играла в школу драконов, но... Да, без проблем, потому что здесь очень жарко и душно. Вот. Соответственно, если... Еще раз. Если за дошкольником в большей степени решали родители, будем ли мы в этом конкурсе участвовать, не будем, то со школьного возраста в идеале, если ребенок сам будет принимать решения. Мы его уже учим самостоятельно. Итак, немножко ускоримся. И когда меня каждый раз спрашивают, могу ли я организовать детскую локацию на игре, я задаю несколько вопросов. Во-первых, зачем дети на игре? Если ответ будет, дети нужны... Вернее, если там детская локация нужна для того, чтобы родители отдохнули от детей, я говорю, ребят, все, история мертвая. Никаких детей чиновников. Да. Если вы хотите создать детскую локацию для родителей, идите, играйте в другие игры. Или жестко прописывайте детям на полигоне немецком. Детская локация, она не для родителей, она в первую очередь для детей. Это очень важно. Дальше, вопрос по сюжету. Что дети будут делать? И опять-таки появляются различные варианты. Если это фэнтезийная игра, пожалуйста, зачарованный лес, с белочками и лисичками игроки могут прийти взаимодействовать и так далее. Если, ну это для младших игроков, игроки постарше могут уже вполне себе кидать свое виденье того или другого мира. Я считаю, что вообще можно обойтись без детской локации. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Вот к этому мы... Это опять же частное мнение. Нет, сейчас мы перейдем, почему на данный момент уже без детской локации обойтись нельзя. Здесь... Нет. Здесь, наверное... У нас сейчас нет. Нет. Ну, ребят, пожалуйста, здесь даже не сколько частное мнение, сколько мнение все-таки 15-летнего человека. Ну, который хочет оливить. Нет, 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 нет. Сейчас я объясню, почему это важно. Но самое главное, что нужно понять, когда вот мастера решили вступить на эту кривую дорожку организации детской локации, это АХЧ. Блин, от этого все зависит. Детская локация на Железном Троне была поставлена в крайне неудачном месте. Там рядом было болото и была тьма комаров. На Железном Троне впервые осталась одна на игре, без родителей. Отлично. Прекрасно. Но опять-таки есть нюансы. Помимо того, что нужно продумать расположение детской локации, нужно еще продумать питание детей, нужно продумать зоны отдыха, нужно продумать зоны, собственно, санитарного плана. Это все тоже должно быть удобно. Кроме того, мы должны решить, родители могут ли жить в детской локации вместе со своими детьми или детская локация все-таки работает как приходящая история. Но тогда опять-таки возникает вопрос о том, как мы это будем реализовывать в концепции целой игры. Отрывать детскую локацию от общей игры я считаю категорически неправильным. И сейчас я закончу по слайду. Помимо всего прочего, очень важный вопрос – это кадровый вопрос. Найти мастеров, которые готовы 24 на 7, нести ответственность за чужих детей. Они есть. Их очень мало. Я не говорю, что их есть вообще. Их очень мало. Смотрите. Их очень мало. Почему? Вы не встречаетесь, потому что была антиферка, где они не нашлись. Да. Сейчас же вывезло с ребенок. Да. Довольно мало. Мастеров готовы. Ребят, давайте ведущий продолжим. Благодарю. Все дело в том, что, по крайней мере, на нашем прекрасном полигольном шалангере, который располагается аккуратно между Чапоксаром и Шкаровой и Казанью, единственный человек, который готов, или два человека, которые готовы пароваться с детьми – это я и Джолин. Все. Все. Больше на истории с детской локацией никто вписываться не хочет. Потому что, когда ты входишь в детскую локацию, ты, во-первых, уже понимаешь, что у тебя игры нет вообще абсолютно совсем. Я в принципе любую игру, любой проект я воспринимаю как работу. И я на это соглашаюсь с добровольно. То же самое сейчас. Мы с Джолином увозим детскую локацию на Дозоры. И там я тоже буду работать. Там уже продумана концепция, там уже все готово, все замечательно. Но тем не менее. И еще один важный момент. Если дети не хотят играть как игроки, что можно им предложить? Им можно предложить игротехнические роли. И вот здесь, да, то есть если ребенок либо не умеет еще, либо как-то не готов играть самостоятельно, такое тоже. Бывают дети, напоминаю, бывают разные. Бывает ребенок активный, который готов, вот он везде, он посыльный, он будет ледить. А есть дети, которым сложно вступать в игру. Темпераменты характера у всех разных. И вот таким детям можно предложить быть игротехниками. На фотографии где-то по счастливости улыбая, собственно, Марка Диана, мои мелкие. Это была первая майка двадцать первого года, тинца урона. Там у меня дети были игротехниками, раздавали квесты. Марк у меня был не самым внимательным пастухом свиней, а дядька, она была не самой ответственной девочкой. Картина маслом. Я попросила Диану уже под вечер немножко поигротешить. Она стоит на дороге, карауливает людей, выходящих из кабака. Выходят двое. И моя девочка так, как стоит, подходит. Дяденьки, помогите мне, пожалуйста, найти куколку в лесу. Но у игроков, естественно, ступор. Они видят меня и говорят, мол, нормально, игровая ситуация, все хорошо. А дальше между дяденьками и диалогом. Хочешь поиграть с ребенком? Я не хочу. А я, пожалуйста, играю. Девочка, а где ты потеряла куколку? А вот там вот, в лесночке. Ну, пойдем. У меня, конечно, вопрос к мужику. А вот я вообще не с ним самосохранение отрубился. То есть персонаж идет за ребенка в густой лес и снять куколку. О том, что в лесу могла быть засада, ну, гуманно погибшим. Он шел туда осознанно. Он согласился поиграть с ребенком. Он стал и погибшим. Скорее всего, я бы устроил сюжет, где его персонаж умер от этого. Нет, на самом деле, на тот момент я была очень гуманна по отношению к игрокам. Они нашли куколку. Дядька вручил ему пять монет. Счастливая убежала в сторону мастерского лагеря. Потому что они мне вышли на эту тему. Соответственно, он такой счастливый уходит. Слушай, какие мне деньги дали. И даже бухать кабака не будет счастлив. Собственно, со свиньями была та же самая история. Кто находил всех трех свиней? Их было три. Ничего. Их было один, два, четыре. Их было один, два, три. Соответственно, игроки получали какие-то плюшки. Для игроков это стимул играть с детьми. Для детей это трамплинг к взаимоотношению со взрослыми. Причем со взрослыми незнакомыми в нестандартной ситуации. Ну и плюс еще для детей я всегда организовывала какие-нибудь движухи, типа Данжей, где дети тоже могли прийти, что-нибудь получить, что-нибудь вынести. Ты знаешь Фарьку? Ну, да. У нее прекрасная ночь. Да, я по предыдущему слову вопрос. Да. Сейчас. Секундочку. Большое спасибо. На самом деле я очень много. Я сейчас больше нового, чем выжилал. Вы забыли. Вы забыли. Да. Как же это звучит о взрослых? Я вот мысли по Ахачем Пагу делал, вот все пункты, которые впечатляют в Ахачем, я делал, зачем это умереть детей. А лучше просто. Да. Что здесь отличается? Во-первых, дети ничем не отличаются от взрослых. Ну. Но. Это дополнительная статья расходов. Да. У нас есть еще несколько игроков. Почему мы не рассчитываем Ахачем? 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 Здесь ничем не отличаются от взрослых. Но. Чем Ахачем для детской локации отличаются от Ахачем для других. Принципиально ничем. Это одно и то же ключевое. Но его тоже надо продумать. То есть, в принципе, как и везде. Как и везде. То есть, мне надо осветить там большой город, мне надо осветить локацию Ахачем. Это все примерно на порядке. И ничего здесь принципиально такого именно детского нет. Но это важный момент, который… Нет, не вопрос. Есть? Да, нет. Смотрите, когда мы готовим игру, мы все равно продумываем все вот эти технические моменты и нюансы. Мы продумываем это для всех локаций, и в том числе это надо продумать для детских локаций. Нет, все, ответили на вопрос. Пошли. Да, пожалуйста. Пошла первая смина обеда. Нет, пошла домой. Блин, скажи обед. Ладно, я потерплю. Да. У нас еще до 14. Просто первая смина начнется. Я знаю, но я очень надеюсь закончить пораньше, если вы не против. Вот. Потому что на самом деле у меня тут осталось не так много. Вот. Поскольку, в принципе, можно поговорить про детей глазами игроков. И здесь, опять-таки, ушла большая часть народа. Здесь тоже очень тонкий момент, потому что не все игроки готовы играть с детьми. Вот. И не все дети готовы морально играть с игроками. Со взрослыми. Не все дети готовы играть с игроками. Чем здесь вы играете? Да. Здесь могу, скажем так, свой опыт предложить. Не будучи ребенком на игре, не будучи человеком, которым увозил миллион детей на игру. Ну ладно, не миллион. Я всегда боюсь играть с чужими детьми на игре. Потому что с вами я знаю, и что с ними играть я знаю. А это какие-то чужие дети. Они непредсказуемы. Как они отреагируют на что угодно. Можно я пошла отсюда? Несколько раз я вытаскивала из такого состояния чужих взрослых. Потому что они играли со мной и примерно понимали, что это все не так страшно. И говорили мне потом за это спасибо. Да. Вопрос тогда сразу на понимание. Вот ты говоришь, что ты боишься детей. Чужих. Не знакомых детей. Я понимаю. Я тоже знакомых не боюсь. Хорошо. Вопрос. Вот 15-летний ребенок, где у тебя все еще позиция ребенка? Слушайте, я не знаю. Слушайте, я не знаю. Масштабы? Или как подозначить? Можно по возрастам? Я не знаю. Подолжите или нет? Слушай, они все разные. Ну вот пойдем в вопрос. То есть, в принципе, есть дети и есть дети. То есть, как бы, там понятно, что 6-7 лет. Они есть дети, когда я вижу, что они в игре. Вот ребенок в игре. Вот она играет, вот она там что-то туда, что-то сюда. И я понимаю, что я могу взаимодействовать с ней как с обычным игроком. Это меня впечатлила старшая дочка Руси на игре по Антили. Маленькая игра, это там не было. Вот. Отжигала просто, вообще радостная, вообще, да. А какие-то, ну, ребенок что-то бежит, что-то делает, что-то пытается со мной взаимодействовать. Я просто не знаю, как с чужим ребенком играть. Так само можно играть, так само нельзя играть. Ну, 7-8 все-таки. Ну, наверное, да. А вот 11-12 уже попроще. 11-12 уже попроще. Да, они попроще. Они попроще. Они, конечно. Я скажу, например, у человека, который сказал, что он боится. Ну, да, да. Чем старше человек, чем он... То есть, грубо говоря, в 11-12 ты уже скорее воспринимаешь его, как любого другого. Ну, как игрока, с которым можно взаимодействовать, там, с поправкой никто не набудут. Но, в целом, исходное по умолчанию несешься скорее дружелюбную. Ну, в смысле нормальное. Да, да. Конечно, персонаж. В следующем уровне дискомфорта, да. Прокоментировать? А? Да, полностью прокомментировать. Прокоментировать своего папу, который обещал прийти, но не пришел. Он говорит. Злодей. В общем, один раз была этим летом игра по Шреку. Он взял туда меня. Я играла в Баласнежку. Он в Нома там, ну, короче, да. Взял с собой младшую дочку Муси. Ей 11. Ну, 12, короче. Вот в таком. И своего 30-летнего коллегу. Подчиненного. Впервые на игру. Вот. После этого он говорил, что в целом с первыми двумя никаких проблем не было. Хуже. Самые большие проблемы были только с Максимкой 30 годиков. Ага. Если Максимка 30 годиков в первый раз на игре, то, конечно, у него происходит слом вообще. Нет. Дальше это обидно не появляется. Дети, когда они впервые попадают на ролевую игру, все равно это воспринимают проще, потому что для них они, ты правильно сказала, воспринимают как игру. Когда взрослые попадают в ролевку. В 30 годиков впервые. Нормально тоже воспринимают, чего взрослые к ней. Да, нет. Нормально. Но опять-таки помню. Взрослые чаще, ребят. Взрослые чаще переносят игровое на жизнь. Реальность. Да. Так много чаще. Правда. И из-за этого как раз-таки боятся детей. Потому что боятся, что они так же, а мы не так же. Вот. И здесь ключевой момент. Потому что дети и взрослые это два разных, абсолютно два разных, не знаю, два разных мира. Дети смотрят на мир по-другому. Взрослые смотрят… Нет же. Да, да. Хорошо. Какие дети опять? Вот мы все время к этому приходим. Смотрите, хорошо. По возрасту. По возрасту. Так, Сон, давайте тогда по возрастам. Да. Это на универсу очень специальный счет. Принципиальные вещи. Мой опыт как организации детских различных мероприятий, опыт как педагога показывает, что на пролевку можно допускать детей, начиная с пятилетнего возраста. Первый порог – 5-7. Это дети, которые уже старше дошкольный возраст, плюс подготовительная группа. Это та возрастная категория, которую друг друга понимают, именно в том плане, что они взаимодействуют на одном уровне. Следующий этап взаимодействия – 7-10. Начальная школа. Тоже плюс-минус дети примерно на одном уровне. А дальше начинаются более тонкие градации. 11-13 – самое начало пубертата. У детей уже, они не будут играть с десятилеткой, но 14-16 они уже не понимают. Вот это вот очень не понимают. Вот еще раз, что там гад, не соглашусь. Там, начиная с 12-ти, в случае детей до веков с 11-ти, и прекрасно играют с 17-летними друг к другу вообще. Они играют, да, но если мы начнем готовить, опять-таки прописывать конкретный сюжет и какие-то моменты, дети уже с 14-ти до тех же самых 14-15-16, для них уже можно давать чуть более сложные задачи. Они это поймут именно с точки зрения психологии тоже. Ну, опять же, очень среди не по больнице, как это девочки возросли раньше. Очень среди не по больнице, да. Но это, опять, мы не можем от этого уйти, мы не можем вычеркнуть педагогику. Когда мы говорим о детях, мы не можем вычеркнуть педагогику. И нам придется, так или иначе, обращать внимание на психологический возраст детей тоже. Не зря вот идет вот это разделение. Нет, нет, здесь я согласен, как опять же, со своим собственным способом, что там многое тоже, конечно, согласен. То есть мы... Ну, как бы, да, и что? В смысле, и что? И что? Мы должны делать на это корректировку. И очень часто мы на это корректировку не делаем. Потому что мы, взрослые, иногда воспринимаем всех детей, либо как дети, лично для меня, все дети, кто младше 18. Ну, просто по закону. Ты до 18 лет несовершеннолетний, то... По закону приходят данные. Да, но по факту... Леньфер? Ульянефер, Ульянефер. Вот. Я могу с тобой обсуждать более взрослые темы. Ну, понятно, что на определенном ракурсе. Потому что ты уже меня поймешь. Я не буду тебя воспринимать как ребенка. Я буду тебя воспринимать как взрослого, но с недостаточной жизнью опытом. Потому что, ну и, блин, извини, тебе всего лишь 15. То есть я не буду с тобой разговаривать с позицией, как я разговаривала, например, с более старшим поколением. Вот. Но и разговаривать с тобой как с ребенком я тоже уже не могу. Ну... И, в принципе, я считаю, что относиться к детям как к детям, именно вот как к чему-то неоформленному, можно строго до 7 лет. Потому что с 7 лет с ними уже можно разговаривать нормальным языком, потому что они начинают уже социализироваться. В общем, да, я вначале это уже сказал примерно. Да, 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 да. Я скажу, что некоторые взрослые общаются со мной как и со взрослым. В смысле, без точки на жизненный опыт. Потому что у меня его, да, есть такие взрослые. Нет, не вопрос. Они с тобой это не обсуждают, они уже даже наверное об этом не задумаются. Скорее даже не вопрос, что они общаются с парагой серии, какие-то темы задают или какие-то не задают. Но какие-то вопросы, доброго говоря, у меня тупо есть опыт, как это, адвенитация или что-то мать, у тебя его нету просто по определению, потому что не можешь его организовать, потому что... Ну, потому что 15 лет, я не знаю, 16 уже могут, там, 17 могут, 15 просто не могут поздать. Ну, просто вот это, это, вот это. Поэтому я могу сказать большое. Но я участвовала в организации игр, пожалуйста. Участвовать в организации игр и организовать самостоятельно, нести ответственность полностью. То есть, опять-таки, тебе довольно... То есть, какие-то позиции, которые ты сейчас даже используешь на обсуждение, как эти опыты, потому что у тебя есть опыт, которого нет. Я... Я... Да. Опять-таки... Но, тем не менее, просто физически, грубо говоря, у тебя нет глазовых детей, да. Ну, да. Ну, да. Вот. И поэтому, исходя из этого, ты говоришь, что детская локация не нужна. Она не нужна ровно до того момента, пока у тебя не появляются свои спиногрызы, тебе хочется вот туда, а он стоит так радует... Мама, 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 я хочу поехать с тобой. Маш, мам... Моих родителей. Ну, а... Моих родителей. Да, уже пора бежать. На самом деле, уже пора бежать. Да. Я говорю, что детская локация, она нужна для родителей, потому что им нужно отвезти туда детей, но, в первую очередь, все нужно делать для детей. Но мои родители возили меня на обычной игре, и не нужна им была детская локация. Еще раз, смотри. Ну, у них будет с тобой повезло. Люди разные, и дети разные. Смотри, давай. Сейчас тебе детская локация не нужна, но, пойми, чем ты становишься старше, мне в какой-то момент тоже детская локация была не нужна. И я, в принципе, не взаимодействовала с детьми на игре, но я сейчас понимаю, что... Она сейчас говорит, как с позиции ребенка, который не сделала... Да. А я сейчас говорю, как с позиции взрослого, почему мне она нужна, и почему она будет нужна тебе в дальнейшем, потому что, извини, рано или поздно, я надеюсь, у тебя будет семья. Зачем я детская локация? А можно будет? Но, в любом случае, ты, опять-таки, оцениваешься с позиции своего опыта. Но это твой единственный уникальный опыт. Он твой. Мы любим, вернее, как, мы всегда оцениваем людей, мы меряем людей на себя, но люди разные, и им нужно разное. И как показывает практика, большинству взрослых действительно нужна детская локация. И об этом мы говорили все в начале. Хорошо. Я думаю, мы дошли до точки убежения, до чего можно было убедить. Вот. Мы... Смотрите, да, я рассказывала свое мнение, я услышала ваше мнение. Я очень надеюсь, что хоть что-то из того, что я успела рассказать, было вам полезным. А теперь я думаю, да, действительно, пора прерваться на обеденный прерыв, потому что у меня тоже первые спины, я тоже хочу слушать. Спасибо.